Мы берем вот такой цвет и чуть-чуть фиолета. И сюда же, вот в эту же ячейку добавляем. В детстве каждый из нас легко берет в руки инструмент для воплощения самых смелых идей, хотя бы на картине. Настоящими поклонниками творчества становятся лишь избранные. Изначально я вообще поступила в художественное училище для того, чтобы в дальнейшем стать дизайнером. Но дизайнером я не стала, а я стала художником-любителем. И я провожу, ну у меня параллельные есть профессии, но я провожу мастер-классы, вот прежде всего, потому что мне этим нравится заниматься. В детстве ты брал краски, да, и получал удовольствие, тебе было это интересно. В какой-то момент во взрослой жизни мы перестаем верить в то, что нам так можно, и перестаем заниматься творчеством. Елена – мастер в рисовании сакральной геометрии. Как преподаватель кафедры культурологии и дизайна, она делится профессиональными знаниями о символике в разных культурах, а свои картины с ними демонстрируют публики на выставках. Сакральная геометрия – особый вид арт-терапии, и клиенты девушки отмечают ощутимый эффект от ее занятий. Я выплеснул какую-то часть эмоций вот в этой части, вот в этой части, а в какой-то части я, например, насладился процессом, и вот от смешения вот такого потока эмоций очень классное состояние. Я намеренно на данном этапе жизни не получаю профессиональное художественное образование, потому как это немножечко не мой путь. Мой путь – это все-таки проб и ошибок, когда я на собственном опыте учусь, как проклеивать холсты, как натягивать их, как нарисовать тот или иной элемент. Глубокий смысл в картины вкладывает у любительницы академической живописи Людмила Жгун. Известный юрист и преподаватель за кисть взялась всего год назад, но уже состоялась профессиональная выставка, которую посещали высокие лица края, в том числе губернатор. Это дерево, наполовину оно уже сломлено, наполовину ее корневая система чуть-чуть держится, но оно зеленое, оно цветет, оно приносит радость. По словам Людмилы Алексеевны, для нее главное в картинах отразить четкий, реалистичный и понятный символ, который будет вдохновлять. Садится за мольберт каждое воскресенье, но бросать профессию из-за хобби не собирается. Без того, что помогать людям я не смогу, без этого я не смогу. Вот я иногда думаю, все, суббота, воскресенье, отключу телефон, не буду. Нет, смотрю, все, смс-звонки пришли, что, пожалуйста, как вот здесь, подскажите, а запишите. Любителей художников становится все больше еще и по сугубо бытовым причинам. Практический подход к искусству многие приветствуют. Я понимаю, насколько это бы важно, если бы вот эти навыки у меня были бы немножко раньше, я их получила, да, и в своей профессии я бы, конечно, была более успешным человеком. Ну и сегодня, в принципе, никогда не поздно учиться новому. Профессиональный путь не для всех, но и отсутствие навыков практически никого не останавливает. По мнению художников, большой ценовой разброс на необходимые материалы дает возможность выбирать их по своему уровню дохода. И при этом польза от процесса сохраняется независимо от стоимости красок и кисточек. А вот сам факт, что люди откликаются на творческие душевные порывы, говорит о духовном росте всего общества. Когда человек находится на уровне выживания, ему нужно закрыть базовые потребности, да, заплатить за квартиру, купить продукты и так далее. Его это мало интересует. Он занимается любимым делом, да, на работе у него все успешно, в семье все хорошо, базовые потребности закрыты. Он думает о чем-то большем. Дарья Ирушина, Владислав Ковалев. День с толком.